Группа вопросов по классам системы, оценка влияния мест систем на процессы ТАИР, вопрос интеграции данных, про отказы тут речь идет, состояние оборудования, ям ERP-системы, вопрос перехода на цифровые документы, я это обобщил такой простой картинкой, что мы должны для нашей системы ТАИР и надежности получать, то есть данные по отказам, причем это нашел в каком-то учебнике 70-х годов. Отказы системы нас интересуют, потому что отказ системы это потеря продукции. Отказ остальных частей, это агрегаты в системе, какие-то сложные комплексы, тоже нас интересуют, поскольку они, собственно, каждый влияет на отказ этого системы. Отказ изделий, это машиностроительная тема, то есть насос это изделие. Отказы элементов этого насоса влияют, поскольку именно от отказа элемента у нас может быть отказ изделия. Ну, то есть имеется в виду, что чем глубже вы хотите учитывать эти вот события, тем больше вам нужны данные как раз вот из этих мест систем, ну, АСУТП, будем так говорить, потому что АСУТП может фиксировать отказ, ну, нет продукции, вот вам отказ, а может фиксировать дефекты, да, то есть вибрация, температура какая-то, вот это приходит из каких-то других приложений. То есть, опять-таки, что вы хотите фиксировать, на каких уровнях. Это первое. Второе, то, что мы там на наших семинарах уже обсуждаем, мы ушли от понятия, там, ну, уходим постепенно от дефект, отказ. То есть нам важно фиксировать, что в нашей системе технологической, либо на системе, либо на оборудовании, либо на компоненте, происходят какие-то события. Завершение температуры – событие, событие, течь масла – событие, событие, то есть, не знаю, там, пожар – это событие, то есть любые вот эти вот события, они у нас, как бы, отклонение от нормального какого-то процесса. И дальше есть целая философия, что такое симптом, что такое вот в этом событии, это что, симптом, либо последствия отказа. Я даже не буду сейчас об этом начинать и говорить, но данные о событиях мы должны получать из каких-то, откуда-то, из мест систем, из систем журнала, журналы каких-то обходов, а дальше их классифицировать уже по нашей методологии, это во всем анализам. В конце этой цепочки анализов мы должны выявить одна задача важная – коренную причину этого дефекта, с точки зрения его ценности, да, то есть мы должны его выявить, эту коренную причину, именно с ней бороться. И бороться это можно либо способом предотвращения, все наши ремонты – это вот именно этот метод, либо ранний способ обнаружения – диагностика, данные, системы управления процессами, то есть мы должны этот механизм придумать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...